здравствуйте коллеги меня зовут сергей кулешов и я приветствую вас на уроке посвященном аналитике бизнес-процесса и в этом уроке мы поговорим с вами о том что же такое бизнес-процессы из самого названия следует что бизнес-процессы это первую очередь процесс процесс как последовательность каких-то действий и почему они бизнес-процессы потому что имеют отношение непосредственно к компании к бизнесу к деньгам для того чтобы разобраться в том что же такое бизнес-процессы проще всего будет использовать какой-нибудь очень жизненный пример я предлагаю в качестве примера взять бургер на представим что вы приходите в бургер на чтобы заказать себе вкусный бутерброд вы делаете заказ и потом происходит что-то по результатам этого что-то вы получаете готовый бутерброд давайте посмотрим внимательно на тот процесс который там происходит от момента вашего заказа до момента когда вы получили вкусный бутерброд условно этот процесс можно разделить на три этапа это собственно прием заказа это приготовление самого бутерброда и это выдача готового изделия вам безусловно в например в этапе приготовления можно копнуть достаточно глубоко и детализировать до каждого конкретного действия которое будет совершать повар и в данном случае действие будет тем самым минимальным атомарным атомарной сущностью процесса разбирать которую еще мельче просто не имеет никакого смысла для аналитики этого процесса давайте обратим с вами внимание на еще один момент в зале всегда присутствует некий главный менеджер который несет ответственность за все процессы которые происходят в зале в частности он является ответственным за результат процесса который мы с вами рассматриваем и в рамках терминологии этого человека называют владелец процесса он детально разбирается в том что и как происходит и несет свою ответственность за результат этого процесса также важно не забывать и о вас ведь вы клиент именно так в терминологии бизнес процессов и называется человек для которого собственно существует сам процесс ли которого он был запущен или которого будет завершаться следующая деталь нашего процесса это продукт в нашем случае это бургер понятно что продукт создан для того чтобы удовлетворить потребность клиента важными параметрами процесса являются точки начала и завершение процесса случае сборгин с очевидно что точкой начала будет собственно ваш заказ а точкой завершения это когда вы получите готовый бургер с пожеланием приятного аппетита очень важно договориться о том где же и какие события будут начинать процесс и завершать его даже в примере с бургерной это могут быть как выдача самого бургера так и например когда клиент покидает зал потому что между этими двумя точками возможно нужны еще какие-то действия прибрать за клиентом еще что-то еще одна деталь процесса это объект что-то должно перемещаться по этапам и в нашем случае это заказ то есть тот заказ который вы сделали он сначала на терминале приема потом в у повара при приготовлении потом у того человека который выдает это тот самый объект процесса в рассматриваемом нами примере в процессе участвует несколько человек как и в большинстве других процессов несколько человек выполняют какие-то действия для того чтобы произвести продукты удовлетворить потребности клиента и в рамках аналитики принято говорить о ролях не конкретных людях а о ролях у каждой роли есть твоя зона ответственности то есть роль выполняет действия и отвечает за результат выполнения этих действий у нас в процессе есть этапы есть роли и от этапа к этапу от роли к роли происходит передача объекта процесса и давайте посмотрим внимательно на вот эти точки передачи почему точки передачи важны потому что для слаженной работы команды и участников процесса важно чтобы они точно знали кому что когда и в каком виде они передают еще один параметр бизнес-процесса это ресурсы для примеров бургерные это будут ингредиенты для приготовления бутерброда оборудование на котором оно готовится и какое-то другое обеспечение зала очень важный параметр бизнес-процесса это метрики дело в том что для того чтобы убедиться что процесс происходит качественно и эффективно нам нужно его измерять и следить за тем что происходит в случае с бургерной это могут быть вполне очевидные параметры такие как время ожидания клиентам время непосредственно приготовления бутерброда вес использованных ингредиентов в конце концов процент довольных клиентов для того чтобы успешно перенести процесс в систему битрикс24 автоматизировать его вам как раз и нужно хорошо знать и понимать все эти параметры для нас с вами кажется очень важным обращать внимание на разницу между процессом и проектом дело в том что в большинстве своем мы представители эти сферы привыкли к реализации проектов и когда вы планируете сделать проект результат у вас будет практически всегда разным процесс же создан для того чтобы результат был заранее запланирован и всегда примерно одинаковым в качестве иллюстрации можно рассмотреть как рисование картины когда художник несмотря на то что там рисует может запланировать себе рисовать примерно одно и то же каждая картина будет по-своему уникальна и изготовление открыток то вообще-то нужно чтобы все открытки всегда были абсолютно идентичными в этом и суть процесса и если открытки перестают быть таковыми значит процесс где-то нарушился в случае с бургерной бутерброды тоже должны быть всегда одного и того же качества несмотря на то что на самом деле в процессе заказа вы можете вносить изменения в свой бутерброд попросить добавить еще одну котлету или изменить степень прожарки все эти изменения все равно заранее запланированы этим процессом и поэтому будут выполняться очень четко и строго и вы получите результат который ожидаете и процесс завершится с заранее запланированным результатом